Добрый вечер, дорогие телезрители! Четверг, 18.15, в эфире Национального телевидения, программа «Один из нас». Прошедший выпуск вызвал во мне такую бурю эмоций, что я второй раз передаю бразды правления программы «Один из нас» в руки Сергея Юнган, руководителя театра оперы и балета. У него есть свой, скажем так, пул вопросов, пул проблем, которые стоят перед театром, решаем ли они и так далее. Давайте мы выясним в ходе сегодняшней беседы, в которой принимают участие, еще раз, представители искусства, представители органов власти, которые не очень далеки, я скажу, ушли от искусства. Давайте первый вопрос я адресую так. Владимир Викторович, какое отношение вы имеете к классическому искусству? Я его очень люблю. И все. Ну, можно подробнее рассказывать. Но ключевое именно это, потому что действительно мне нравится классическое искусство. И я считаю, что несмотря на развитие новых форм и жанров, а может быть и благодаря им, интерес к настоящей живой классике он вечен. Нам интересно посмотреть памятник архитектуры всегда. Не посмотреть фотографии его и не только клип посмотреть или фотографии друзей. Более того, наоборот, посмотрев передачу по телевидению про какой-то памятник архитектуры или про какое-то историческое место, нам хочется туда поехать вживую. Точно так же и здесь клип или какой-то более такой, ну, локальный маленький формат искусства, классического или на стыке классики и современного. Он, на мой взгляд, порождает интерес классики и порождает желание прикоснуться вживую к тому, что артисты исполняют на сцене, в том числе окунуться в ту атмосферу, которая была в 19-18 веке. И прожить ее, это имеет свою самостоятельную ценность. А в детстве не было мечты стать представителем искусства? Мечты нет. Нет. Я слишком много в музыкальной школе занимался. Я же говорил, мне далеко ушло. Кейс прошлой программы показал то, что многие из вас репостнули наши имиджевые видео спектакля «Югойники». Я знаю, что репостнул их. Я в том числе. Вы, Владимир Викторович, хотелось бы спросить солистку балета Государственного театра оперы и балета Республики Саха-Якутия Венеру Федотову. Репостнули ли вы наше имиджевое видео спектакля «Югойники»? Да, я репостнула. А что для вас? Какие комменты вы получили? О, вы знаете, я еще не смотрела. Хорошо. Свежий репост. Да, свежий репост. Николай Михеев, композитор оперы «Югойники». Репостнули ли вы и был ли резонанс? Ну, это постоянно происходит. Люди интересуются, коллеги и даже незнакомые люди. С севера даже люди хотят авиабилет купить, чтобы успеть на оперу. Это же какой-то показатель. Мне кажется, это востребовано. И переходя с оперы «Югойники», еще к одной предстоящей премьере, которая будет закрывать сезон 2019-2020. Это классическая оперета Имре Кальмана «Сильва». Насколько эта оперета ожидаема в городе, сегодня и в республике? Хочется спросить заместителя министра культуры Марину Владимировну Силину. Ну, думаю, что будет ожидаемо, потому что примеры постановки оперета у нас были в театре оперебалеты. И они все проходили с большим аншлагом, и люди с удовольствием шли. Потому что оперета при всей своей сложности все-таки это более легкий жанр. Но классическая оперета, она очень сложна по исполнению, как я просто хочу сказать, как певица. Она действительно сложна по исполнению, она близко к оперному исполнению. То есть петь оперету классическую, это то же самое практически, что и спеть оперу. Поэтому, ну, а сама постановка, она же может быть и с танцами, естественно, с разговором, что более ближе простому зрителю. Поэтому я думаю, что будет иметь успех. Есть классическая опера, есть оперета, а есть балет. И хочется спросить Туяру Игоревну, очень короткий вопрос, директор Государственной филармонии. На что бы вы пошли? На балет, оперу или оперету? На балет. Более доступно. Красиво. Согласен. Я люблю. Согласен. И, скажем так, творчество того же Серго Сидорова и тот же балет, они настолько много общего имеют, что понятно, скажем, в любом возрасте. Поэтому вот эта универсальность от одного из классических видов искусств позволяет, скажем так, более возвышаться. Я, Владимир Викторович, опять, насчет моды, насчет трендов. Вот смотрите, политика, любого политика, на произведение, скажем так, на выступление какого-нибудь Шуфутинского вряд ли увидишь, если он не близкий друг. А политикам принято, принято ходить на произведение классического искусства. Согласен с этим? Не согласен. Знаете, я встречал друзей, которые занимают ответственные посты на концертах группы «Ленинград», на выставках классического искусства, на совершенно непонятных перформансах современных художников, где угодно. Мне кажется, это ложная ассоциация, что официальная власть – это значит официальное искусство, а это значит опера или, в крайнем случае, балет. Современные люди, чем бы они ни занимались, они свое свободное время посвящают тому, что любят. А дальше это зависит уже от предпочтений конкретного человека. Ну, я продолжу. На самом деле, все-таки, наверное, это со времен Людовиков и так далее продолжается, что опера – это всегда пышно, красиво, ярко. Это очень, скажем так, большой бэкграунд требуется и исполнителям, и музыкантам, что, скажем, без определенной финансовой прокачки, да, эти жанры просто не существуют. Никогда! Никогда! Ни во времена французских королей, ни во времена русских королей, ни во времена старей. Сразу же возникает вопрос. Кто сегодня будет финансировать большое монументальное классическое искусство? Вот с этого надо будет. Должен ли финансировать монументальное большое классическое искусство, большой классический балет, в том числе национальный и классическую оперу, сам театр? Должны ли это быть какие-то инвестиционные фонды, фандрайзинговая деятельность? Либо театр, опера и балета, большое классическое искусство должно финансировать государство? Как нам выжить сегодня? Как нам сделать кассовый, зрелищный спектакль? И по какому пути нам нужно идти? Владимир Викторович, вопрос к вам. Если позволите, отвечу с позиции макроэкономической теории. Есть такое понятие «общественное благо». Те блага, которые не несут такой пользы отдельному человеку, чтобы он был готов оплатить все его производство. Буханка хлеба – это частное благо, а фундаментальная наука – это общественное благо, потому что они несут благо всему обществу. Опера – это классический пример чистого общественного блага. И поэтому, конечно, в финансировании оперы, балета, как и любого фундаментального классического искусства, вообще фундаментальных вещей, будь то наука или другие связанные с этими вещами, конечно, это задача государства или задача общественных организаций, которые берут на себя функции государства. Например, мы знаем, что в ряде государств распространена сейчас практика формировать эндаумент фонды, фонды такого капитала, где спонсоры вкладывают деньги с тем, чтобы они после этого финансировались и финансировали классическое искусство. Но точно, абсолютно глупо рассчитывать, что опера будет окупаться за счет билетов, которые в самой опере будут продаваться, и что за эти деньги можно сделать оперную постановку. Конечно, сегодня мы хотим видеть качественно новый состав нашей зрительской аудитории. И вопрос к директору кинотеатра Лена. Каков ваш зритель сегодня? И как ваш зритель прогрессирует? Обновляется ли он? Какую зрительскую аудиторию вы видите сегодня в вашем зале? Это очень хороший вопрос, потому что на самом деле якутский зритель, он очень благодарный зритель. Зритель, на самом деле, который ходит на все эти мероприятия. Как раз поэтому и, наверное, у нас, ну и не только поэтому, естественно, еще плюс поддержка государства именно в этом направлении. У нас очень много театров. У нас очень много театров именно за счет того, что люди ходят в эти театры. И в театры оперы и балеты, и в филармонию, и в сахакадемические театры. А что еще делать долгими зимними вечерами? И в цирк, и в цирк, да, во все учреждения культуры. Народ ходит и в кино. Но вот как раз-таки вот якутский кинобум, который произошел, он произошел как раз-таки благодаря якутским зрителям, которые феноменально, просто фантастическим образом посещают эти фильмы, посещают театры. И за счет этого вот мы как бы все и существуем, и работаем. И за счет этого у нас идет очень такая бурная деятельность именно в сфере культуры. Не только в классическом этом понимании, да, в жанре, а именно во всех жанрах. В жанре хип-хопа, в жанре эстрадном, в жанре рок-музыки там и так далее. Вообще якуты, они очень своеобразный народ, а все, что новое, они очень любят, и они его впитывают как губка. А зрители на это идут смотреть. И поэтому вот ваше новое веяние, новые идеи, какие-то новые, вот то, что вы говорили про камерную оперу и так далее, мне кажется, якутский народ, народ саха, это оценит по достоинству. Продолжая вопрос про зрителей, хочется обратиться к эстрадной певице Кюней, которая известна тем, что она делает потрясающе интересные шоу, и каждый ее новый концерт это что-то такое прогрессивное и флагманское. Я знаю, что певица Кюней сейчас в подготовке своего концерта посвящена в 25-летию творческой деятельности. Так какого зрителя вы хотите видеть на своем концерте? Отличается ли этот зритель от того зрителя, который приходит в театр оперы-балеты? И что сделать нам, в театр оперы-балеты, чтобы привлечь того зрителя, который приходит вам? Чтоб потянуться к твоему уровню. Я так перефразирую, да? Дмитрий, спасибо за реплику, конечно. Нет, конечно, это разные зрители. Это, получается, слушатели эстрадного искусства, зрители классической музыки, классического искусства. Они немножко разные. Но, конечно, бывают и те, которые посещают и то, и то. Вообще, вот мне, например, очень нравится опыт филармонии нашей, где таким же уровнем исполнения, каким они исполняют классическую музыку, они исполняют хиты кино, рок-музыки, хиты современных фильмов. Мне кажется, это очень правильный подход интеграции в современное общество. И этот опыт можно было бы тоже перенять для того, чтобы... Вот, получается, я зритель, который моего возраста, например, или младше меня, идет на концерт филармонии, чтобы послушать свои знакомые шлягеры, хиты. Он послушает, а потом в следующий раз он придет уже на классический концерт филармонии, потому что он уже придет сюда ходить, и он понял, что это ему нравится. Вот, может быть, то же самое нужно такое сделать, чтобы привлечь своего зрителя. Сергей Сергеевич, я перебью. Нужно, наверное, все-таки более плотно работать с аудиторией, учить, пестовать, воспитывать, потому что время такое. Если не вкладываться в работу с аудиторией, с публикой, не доводить более доступными формами и так далее. Я понимаю театральный эксперимент, когда совершенно разномикс такой, но сразу после небольшого перерыва мы затронем вот это вот. Как работать с аудиторией, как работать с публикой, конечно, она очень хорошая, она очень замечательная, благодарная и так далее. Но как поднять уровень публики до уровня классического жанра? В первом блоке программы «Один из нас», в котором принимают участие и председатель правительства, и деятели культуры, и блогеры, журналисты в том числе. Я тоже равноправный участник, я один из вас. Мы закончили на том, что нужно плотно работать с аудиторией, с публикой, поднимать уровень восприятия публики. И что сделать сегодня, чтобы интегрироваться в современное общество? Классическая музыкальная культура. Каким образом может сегодня классическая музыкальная культура существовать без интеграции в современное общество и без того, чтобы быть понятым сегодняшним зрителям? Вопрос к участнику группы «Завод» Александру Берзюкову по поводу того, что должен сделать театр упер-балета, чтобы достучаться до сердца молодых. Вопрос очень корректный, но по поводу того, что нужна ли интеграция в этом плане, мне кажется, абсолютно да. Потому что мы живем в век информационной и визуальной такой прогрессии. Получается, если в те времена зарождения этой классики не было всего этого, люди узнавали посредством чего-то рассказа. И тогда не было такого грубого разделения между восприятием балета и оперы, потому что тогда они были, в принципе, на одной, так сказать, планке. Ныне же балет более притягивает людей тем, что визуально человек, нынешний человек визуально больше воспринимает информацию. Это больше привлекает нынешнюю молодежь и не только молодежь. Поэтому я бы сказал, что в плане интеграции нашему театру оперы и балета очень сильно поможет именно визуализация, показать зрителю то, что не удешевлять это высокое искусство, но показать во всем его величии. Мы недавно работали с... ну, если вы скажете, что мы работаем только с хип-хоп-хореографией, то, что какой-то так называемый большинством попсы... нет. Мы работали с произведением... Вивальди, времена года. Да, и постановка получилась весьма и весьма очень такой интересной, притягательной, то есть не было никакого отчуждения от молодежи. Это было очень странно, на самом деле, то, что видеть молодежь огонь в глазах после нашего выступления, и мы тогда поняли, на самом деле, это не есть плохо продвигать посредством нашего исполнения какую-то классику. На самом деле, в те времена, про которые говорит Александр, время текло очень медленно. Старухи-проценщицы, я думаю, было лет 35, возможно. 40-летний человек считался глубоким старцем. Сейчас время настолько быстро убыстрилось, да, что вот мы с Алексеем говорили, настолько огромный поток информации, что у человека такая защитная реакция. Он перестает воспринимать форматы другие, нежели чем вайн. Перестает просто, у него защитная реакция происходит. Сильно много, сильно много вот всего, вот в этом смартфоне. Мозг отказывается воспринимать. А мы называем это обыдление аудитории. Мы называем это тупят люди. Но зато, когда они приходят в концертный зал или в театр, они попадают в эту атмосферу, чувствуют эмоции, обмен энергией, которая идет со сценой, и это их захватывает. Поэтому те молодые люди, которые впервые приходят на концерт симфонического оркестра, не все сидят с телефонами, не все сразу так отторгают влияние классической музыки. Им нравится с первого раза и приходят в второй театр. Все-таки жанр театра или классической музыки, когда мы сидим на концерте и воспринимаем, еще раз это хочу сказать, то, что мы смотрим в телевизоре, то, что мы смотрим в гаджетах, это никогда такого не оставит следа в сердце, как если ты придешь и будешь смотреть в живую концерт. Или живую оперу, живой балет. Я с этим согласен, но тут у нас дело в том, что как завлечь нынешнего зрителя так же сильно, так же популяционно, как в эстрадном творчестве, в кинематографии. И об этом очень правильные слова сказала Уля Сергеевичева-Кюнлей, то, что изначально, все равно сейчас народ стал ленивым. То есть они с нами... Много букв стежит, да? Да-да-да, много букв, и можно сказать, то, что она сказала, то, что сначала, первонаперво, нужно зрителя завлечь, дать показать, дать понять ему, что это творчество может быть интересным для него. То есть не чуждо. У вас в театре есть отдел маркетинга? На сегодняшний день у нас в театре нет отдела маркетинга, у нас нет маркетолога, но мы на пути, мы счастливые люди. Сегодня мы стоим на том этапе, когда мы можем создать этот отдел маркетинга, и сейчас ведется работа для того, чтобы сделать это. Для нас это очень важно, и следующий мой вопрос, конечно. Это нужно, да? Нет, давайте продолжим мысль вот в моем очень импрессивном выступлении, сказанном, что публика бедлеет, тупеет и все прочее. Обидные вещи. Вот с этим я бы хотел не согласиться. Конечно, я же провокатор, я тебя провоцирую. Я бы не хотел, наверное, согласиться и с Сергеем Сергеевичем, потому что у меня был такой опыт, я проводил в Якутске концерт виртуозов Москвы. Привозил их сюда, билеты стоили, по-моему, в 2008 году 5000 рублей, и не было свободных мест вообще. Вообще мы посадили на сцене, и огромное количество людей мечтали и не смогли даже за такие деньги купить эти билеты. То есть в городе Якутске людей, которые готовы абсолютно классическое искусство, без каких-то там современных специально адаптаций в надежде, что, значит, люди готовы ходить, люди готовы платить, если это будет достойно, достойного качества. Это виртуозы Москвы. И люди ходят не столько на произведения, а столько личностей, которые они видят на сцене, личностей, которые дирижеров, композиторов, вот этих людей, если звезд вот таких вы вырастите, то люди будут ходить на них. Конечно, мы сейчас работаем над тем, чтобы вырастить своих звезд. Но что касается маркетинга, да, что касается маркетинга, к сожалению, вот тот опыт театра, который я наблюдаю за последние пять лет, я вижу, что часто люди просто не знают, что какая-то постановка идет. Потому что до них информация просто не доходит, и вот они готовы прийти, заплатить, сходить. Но вот это оповещение качественное, это очень важное направление. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 18-20 декабря прошла премьера оперы Юко и Нике в Государственном театре опер-балета и пройдет в театре опер-балета, на котором мы всех вас приглашаем. И как раз собрались для того, чтобы оповестить людей. И хочется затронуть еще одну нашу перспективную постановку. Это уже в сезоне 2021. Опера «Кармен». Опера «Кармен Бизе» сейчас стоит очень такой резкий, острый вопрос, на каком языке нужно работать эту оперу. Я знаю, что представитель правительства Республики Сахай-Якутия Владимир Викторович Солодов провел очень замечательное время обучения во Франции, в совершенстве владеет французским языком. Первый вопрос к вам, Владимир Викторович. Стоит ли сегодня играть оперу «Кармен» на французском языке, либо спускаться к зрителю и делать русскую адаптацию? Ну, мы знаем в истории русской, советской оперы разные подходы. Ставились оперы и на языке оригинала, и с переводом. И здесь, конечно, неправильно отталкиваться от личных представлений. Мне кажется, нужно в целом идти проверенным мировым опытом путем и, конечно, ставить на языке оригинала. И опыт мировых театров показывает, что опера на языке оригинала с бегущей строкой на том языке, который удобен зрителю, это может быть и, например, итальянский в случае с итальянской оперой, и французский, и русский, она воспринимается не хуже, а на самом деле лучше, чем переведенный, потому что перевод все равно он несколько искажает. Я здесь даже больше скажу, вот я неоднократно уже был в академическом саха-театре, и мне нравится смотреть спектакли на якутском языке, хотя я плохо владею, практически не понимаю языка, но перевод не мешает, а в какой-то момент ты просто вживаешься, и звук речи таким, каким его задумал автор, он помогает лучше прочувствовать смысл, который он хотел донести. То есть человек, воспринимающий искусство, должен быть еще полиглотом, да? Не обязательно. Желательно. Оборудован синхронным переводом. Турия Рыгна, как вы считаете, сегодня филармония все-таки тоже сталкивается частично с оперным жанром, потому что я сам видел Марину Владимировну Силину на вашей сцене, смотрел ваш концерт, вы тоже исполняете произведения на разных жанрах. Как вы считаете, все-таки опера «Кармен» сегодня в якутске, это французский или русский язык? Я помню в истории не так давно оперу, когда пела Айталина Адамова, она же на языке, по-моему, на французском же шла, да? Она одна только пела? Она одна. А все остальные пели на русском? Ну, я считаю, что наши солисты оперы должны расти, и это такой канон мирового оперного искусства. И если мы имеем какие-то амбиции, участие в международных фестивалях, конкурсах, то, конечно, они должны быть готовы петь на языке оригинала. Ну, а с синхронным переводом вообще проблем нету. Там же все уже оборудовано. А потом все-таки фонетика языка, когда она пишется на языке оригинала, и когда мы исполняем на языке оригинала, это удобнее петь, это действительно вот это соответствует этому языку, этой эпохе. И текст и музыка. А уже русский перевод, он уже имеет, ну, не совсем удобное вокальное. Хочется спросить композитора Николая Михеева, как вы считаете, все-таки фонетика якутского и французского языка, есть ли схожести, будут ли проблемы с вокальной строчкой русского и французского языка в опере кармана? При создании, например, оперы, да, слово, ну, вообще, как звук вообще, рождается мелодией слова. То есть, если изменить язык, то есть и изменится мелодика, и подача. И ударения изменяются. Поэтому это очень важно, мне кажется, на языке оригинала. На языке оригинала я тоже за это, конечно. Ну, это бы я, и это я уверен Марине Владимировне, заслушанной артистке России и Республики Саха-Якутия, помогает в заграничных поездках. Более чем уверен, да? Хотелось бы все-таки вот от, вот, вот, типа вы классики, вот вы ни шага в сторону, да, ни вправо, ни влево за все прочее расстрел. Но, на самом деле, Сергей Сергеевич, вы приехали руководить театром, который нас в текущий момент является, вот я говорил, и Туярий Игоревич знает, да, и Алексей знает, и Калинает знает вопрос. Официальная площадка номер один. То есть, все официальные мероприятия у нас принято проводить в государственном театре, оперы и балеты. Вот с моими прежними вопросами о том, что чиновникам и власти обязательно ли нужно ходить именно в театр оперы и балета, вот это очень коррелируется, на самом деле. Еще раз, о влиянии вот этого государственных каких-то дел непосредственно в репертуар театра, о заказе, возможно, государственном заказе, в том числе и на эстраду, давайте об этом поговорим в нашем завершающем блоке, который, вот, две уже программы, мы говорим о современном классическом искусстве. Вот метаморфоза, скажем так, эволюция, перерыв. Один из нас продолжает интересоваться оперой и балетами, и Сергей Юнганс, руководитель театра оперы и балета, подтвердит, что на текущий момент, но я говорил в завершении предыдущего блока, что это крупнейшая официальная площадка. То есть, все официальные мероприятия проводятся, но, кроме того, ваш театр на сегодня является, ну, не знаю, прокатным какой-то, местом проведения любых ивентов. На самом деле, этот вопрос, я не стал бы на него отвечать как-то конкретно, я могу только сказать, что по государственному заданию мы должны отдать театр под 17 мероприятий, но на 2019 год этих мероприятий 42. То есть, можно сказать, что мы не играли наши спектакли полтора месяца, а исполняли государственный заказ. Этому мы не даем никакой неположительной, ни отрицательной характеристики, просто говорим о том, что это имеет место быть сегодня в театре оперы и балета. Владимир Викторович, все-таки государственный заказ на искусство, это вообще как? Это ко мне, наверное. Государственный заказ, как много в этом слове разного слилось. В двух смыслах уже прозвучало. Первый государственный заказ на площадку. Действительно, мы используем те площадки, которые у нас есть, просто потому, что в городе Якутске нет конгресс-центра, нет зала официального, который мог бы вместить столько людей, сколько вмещает театр оперы и балета. И поэтому, естественно, те мероприятия, которые по формату не подходят для нашего стадиона, триумф, те проводятся в театре оперы и балета. Но это просто мы вынуждены просить театр потесниться на время государственных или значимых общественных мероприятий. Конечно, это не совсем нормально. Я думаю, что впереди, в будущем, только те мероприятия, на которые руководство республики будет приглашать зрителей и представлять какой-то спектакль театра, будут проходить в театре. Но, отвечая на вопрос о заказе, я уже говорил, что финансирование театра, безусловно, прерогатива государства, это общественная задача. Но при этом я сам лично глубоко убежден, что государство не должно определять репертуарный выбор. Что выбор конкретных постановок, стилей, это авторское решение. Для этого есть художественный руководитель, для этого есть директор, для этого есть постановщик, который может быть приглашен, для этого есть эксперты, которые есть. Вот я, например, как председатель правительства, конечно, не считаю, что я разбираюсь в театре или, например, в кино. Достаточно посмотреть, какое кино нужно снимать. Или, например, какую компьютерную игру нужно делать, для того, чтобы она была успешной. Это задачи тех, кто делает компьютерные игры, снимают кино или ставят театры, их экспертных площадок, режиссеров и художественных руководителей. И в этом смысле я считаю, что академическая и художественная свобода – это первейшие условия успешного развития любого искусства, в том числе и театра. Цензуры у нас нет? Нет. По факту. Нет. Это противоречит закону. И диктата такого – поставьте мне непременно на три спектакля на якутском языке, поставьте мне непременно два балета якутских авторов и так далее. Такого нет. Есть экспертное задание, которое определяет, сколько мы должны поставить в год балетов, а сколько опер. Это есть. И хочется, продолжая эту тему, сказать о том, что в конце 2020 года мы будем ставить национальные произведения, потому что это наша приоритетная задача, пропаганда национальной культуры. Это балет Кирилла Герасимова «Благословенные узоры». Чего нам ожидать? Хочется услышать балетминистра нашего театра Екатерину Тайшеву. Что ждет театр от благословенных узоров Кирилла Герасимова, и чего ждать зрителю? Что это будет для нас вообще? Во-первых, хочется сказать, что наконец-то мы пришли к национальному балету. Мы этого очень давно ждали. И это очень нужно не только для нашего театра, но и для нашей республики. Насчет музыки Кирилла Герасимова хочется сказать, что она очень интересная. И мне кажется, получится тоже очень интересный балет, на который люди с удовольствием пойдут. И мне кажется, этот балет может стать нашей визитной карточкой. Я тоже считаю, что этот балет может стать нашей визитной карточкой. Но возникает вопрос, как нам все-таки работать со зрительской аудиторией, как привлечь эту зрительскую аудиторию в театр. Что мы должны сегодня делать, Туяра Игоревна, вы как смежное учреждение культуры, которое тоже занимается музыкальной формой искусства. Но у нас еще нужно помнить и о такой проблеме, что существует некий ресурс зрительского интереса. Мы живем с вами в небольшом городе, и потому и мы, и вы вынуждены работать в неком двойном ритме. Мы не можем обеспечивать проката одного и того же репертуара. Вот, например, филармония. Мы готовим свои программы практически еженедельно, потому что наши зрители, они могут прийти, ну, два раза придут, но третий раз слушать симфонию, они не придут. Встречный вопрос. Вот прозвучало мнение по поводу того, что и «Виртуозы Москвы», 5000 рублей, полные залы, никаких проблем. А если бы «Виртуозы Москвы» существовали здесь и еженедельно давали бы концерты, насколько был бы, по вашему мнению, заполнен зал? Я помню тот проект, вот когда Юрий Башмет после многолетнего-многолетнего перерыва, а, возможно, даже и впервые приехал в Якутию в рамках своего дальневосточного турне, конечно, был большой интерес. Но когда он был здесь... Спиваков это был, да. Потом, как приезжал Юрий Башмет, тоже был большой интерес, но на второй его визит, да, уже как-то через год зрительская аудитория уже была так вот немножко иссякла. На самом деле я скажу, что кризис-то жанра-то как такого нет. Люди, вот Алексей правильно говорит, когда приезжают из центров, скажем так, исполнители, да, очень востребованы. Не только исполнители. Можно я один исторический пример приведу? Да. Вот когда якутская опера зарождалась, во время войны, в 43-м году, вот эта еще тогда музыкальная драма Нюргун Блату «Стремительный», когда ее поставили, ее показывали, по-моему... В 57-м году. Нет, во время войны в 43-м году ее показывали безостановочно на протяжении... Короче, они на этих билетах собрали столько денег, что этого хватило на строительство то ли танка, то ли танковой колонны, и они по статистике вот этот спектакль собрал один из самых высоких сборов фонд мира, и Сталин отправил благодарственное письмо лично директору театра. Вот так вот. То есть люди ходили на Нюргун Блату... И в то время, даже в тяжелое время все это было востребовано. Да, в те времена платили деньги, ходили много-много-много-много. Сегодня мы надеемся, что опера Николая Михеева, Юко и Никея соберет денег больше, чем тогда Нюргун Блатуэр в 43-м году, если я не ошибаюсь, собрала она там. Нельзя замахиваться на святое, нельзя замахиваться на классику. Пусть позиции, скажем так, первые оперы останутся непоколебе. Я еще раз оттолкнусь от спича Владимира Викторовича. Нет у нас конгресс-зала. Мы ставили этот вопрос, что Туярия Юрьевна подтвердит, что не только конгресс-зал, но еще и специализированного концертного зала. Акустика вашего театра... Не соответствует, конечно. Это областной дом культуры. Да. По проекту. По проекту. Типовой проект. Чего вам... Давайте, свои насущные проблемы. Вот, случись что... При каких условиях будете жить красиво? На самом деле, вопрос достаточно сложный. Вопрос этот уже обсуждался на встрече с представителем правительства Владимира Викторовича Солдова. По поводу того, все-таки нужна нам реконструкция. И мы прорабатываем этот вопрос. И уже почти готовы дать ответ на этот вопрос. В каком виде она нужна. Либо это несколько иной вариант развития. На самом деле, вопрос этот достаточно сложный, потому что этот вопрос, который невозможно решить в одну секунду и решить сейчас. Есть две стороны одной медали, две палки одного конца. Если мы закрываемся на реконструкцию, где будет существовать труппа, как будет работать балет, будут ли площади, в которых они смогут держать себя в форме. А если это несколько другой вариант, если строительство нового здания, где будет это здание, каким образом это будет финансироваться. То есть это тоже достаточно сложный вопрос, на который сегодня мы не готовы. Надо немножко, наверное, снизить амбиции. Мы же все помним времена, когда Саха-театр и театр оперы и балета сосуществовали в одном здании. То есть база в те времена была еще хуже. И сейчас мы уже в перспективе видим то, что театр Ланхо и Саха-театр уже обретут новые здания, но при этом театр оперы и балета, прошу прощения, останется в том же здании областного дома культуры. Так получается? Областного дома культуры, но своего. Но своего. Со своей материально-технической базой, которой она не была и в центре города. Это тоже определенные позиции, место, куда каждый день приходит зритель, и он знает, что это театр оперы и балета, расположенный на площади Ленина, и туда протоплена дорожка зрительской аудитории. И тут возникает вопрос. Если театр оперы и балета вдруг меняет свое местоположение, придет ли туда тот зритель, который привык ходить к нам сегодня? Тугис поможет, ребята. Тугис поможет. На самом деле смена локации не означает гибель вообще. Мы подытаживаем наше почти двухчасовое в общей сложности выступление, разговор вокруг классического жанра. Не сказать, что кризис жанра есть, но в то же время может быть репертуар, может быть уровень мастерства наших исполнителей и так далее требует сиюминутных, очень форсированных, скажем так, мероприятий по повышению уровня. В то же время нужно еще по повышению уровня потребления публикой, зрителем. И мы в свою очередь хотим сказать, что театр оперы и балета сегодня готов меняться. Театр оперы и балета готов предлагать зрительской аудитории новые формы взаимоотношения. И я хочу сказать о том, что, как сказал Владимир Викторович, поддержать эту мысль, по поводу того, что сегодня опера должна стать модной. И когда люди поймут, что в театре оперы и балета происходят такие культурные события, и театр оперы и балета это такая культурная институция, в которой происходит движение творческих сил и коллаборация с разными видами искусства, и что там зритель каждый день сможет увидеть что-то интересное и животрепещущее, тогда к нам люди начнут приходить и голосовать рублем. И не зарастет народная трансляция. Конечно. На Ленина 46 дробь 1. Отлично. Это был своего рода тоже эксперимент программы «Один из нас». Я впервые на площадке встречаю руководителя правительства Владимира Викторовича Солодова. Со всеми остальными я, ну и с молодыми я не знаком, но по крайней мере с большинством аудитории я знаком. И очень приятно было поработать на пару с руководителем театра оперы и балета Сергеем Сергеевичем Юнгенцем. Может быть, это не последний наш опыт взаимодействия, скажем так, на телевизионной площадке, может быть, и на сценической площадке. Надеюсь, всем нашим зрителям, всем вам, были интересны вот эти два выпуска программы «Один из нас», которые накануне Нового года, ну, задают особый свой тон, особый такой тон, какой-то атмосферы волшебства и так далее. Потому что всегда, когда приходишь в театр, классический театр, слушаешь классический репертуар, смотришь выступления того же балета и так далее, всегда атмосфера, это прежде всего атмосфера. Это и билетик, это и программка, это и бархат занавесок, это и вот эта вот распевка, разыгрывание и так далее. Поэтому всемирных вам успехов и в новых начинаниях, но я бы от тебя хотел пожелать, чтобы все-таки классических вещей, таких, как мы понимаем, было все-таки больше. Увидимся.